МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И сегодня мы подведем главные итоги уходящего года. Смотрите в ближайшие 26 минут. Экстремальный год. Итоговые показатели подтвердили. Экономика региона справилась с глобальными вызовами. Пандемия коронавируса стала испытанием для всего человечества. Год противостояния COVID-19. Вспоминаем хронологию событий. Время чудес и волшебствам. Подарить новогоднее настроение каждому ребенку. Главная цель благотворительной акции «Наши дети». Ситуация в экономике Гомельской области выравнивается. Объем волового регионального продукта за 11 месяцев составил без 0,3% к прошлогоднему уровню. По итогам 2020-го планируется выйти на показатель 2019-го. О том, как сработал сектор в этом году, с какими трудностями столкнулся и что делали для стабилизации обстановки. Марина Северьянова побеседовала с председателем Комитета экономики Гомельского облсполкома Игорем Масляком. Самым сложным стало начало года. Темп роста ВРП был на уровне 95%. Сейчас к сравнению 99,7%. Трудности первых месяцев вызваны проблемами с поставкой нефтепродуктов на наше нефтеперерабатывающее предприятие. Потом экономику подкосила пандемия. Сначала накрыла первой волной, после небольшой передышки – второй. Но удар выдержан, и с мая экономика, исключая сферу общепита, начала уверенно восстанавливать позиции. Несмотря на все факторы сложившиеся, у нас такие отрасли, как строительство, показывают рост. И причем уверенный рост. Строительная отрасль работает с темпом. Вклад ее в ВРП Гомельской области составляет 10%. То есть темп 110%. У нас с темпом 103% работает сельское хозяйство. У нас также информация и связь имеют положительные темпы. До прошлогодних показателей немного не дотянула промышленность. И все-таки, учитывая экстремальные условия работы, и там удалось 91% ВРП в январе достичь 99% в ноябре. Есть надежда выйти как минимум на 100% к концу года. Но отдельные промышленные секторы этот показатель успели преодолеть. Пищевая промышленность, деревообработка, они сегодня имеют темпы выше 100%. Кроме того, получилось на четверть снизить объемы складских запасов при одновременном наращивании производства. Причем мы смогли добавить оборотных средств в экономику предприятий 150 миллионов рублей. Это вот эти средства, которые надо было где-то искать на стороне, а предприятия смогли, разгрузив склады, все-таки пустить их в оборотные средства. Во время первой волны пандемии на многих предприятиях были проблемы с загрузкой мощности и, как результат, неполная занятость работников. В середине года ситуация стала стабилизироваться. Некоторым даже удалось увеличить темпы роста в сравнении с 2019. Уверенно работает Гомсельмаш, молочная отрасль, частный бизнес. Кроме того, пандемия катализировала выпуск новых видов продукции и активную диверсификацию экспорта. Новые рынки, рынки Китая, вот то, что мы себе ставили задачу увереннее осваивать, все эти задачи мы сегодня смогли выполнить. Кстати, скептики, которые во время первой волны пандемии говорили о необходимости приостановки производств, приумолкли. Жизнь показала, курс, выбранный государством в то непростое время, был единственно верным. Люди, которые предлагали в первую волну остановить предприятие, чтобы было, мы бы не получили с вами заработной платы, мы бы не получили сегодня объемов производства, а запустить отдельное предприятие и в этой сложной ситуации вернуться на те рынки, это практически невозможно. Практически невозможно. И запустив предприятие, сказать, что оно будет работать уже в полную силу, наберет обороты, мы бы, наверное, это уже по отдельным предприятиям, наверное, не смогли. Неважно, это частный бизнес или же это государственное предприятие, либо с долей государства. Определились и с задачами для экономической сферы на будущий год. Конечно, все ждут окончания пандемии и возвращения к привычным условиям работы. Но благодаря выработанному в 2020 году механизму деятельности в напряженных условиях, предприятия готовы, похоже, к любым сложностям. Сказать, что что-то поменяется, мы не ожидаем, что что-то поменяется. Будем работать в таких достаточно напряженных условиях, когда нам надо действительно ходить новые пути решения. Кстати, с выполнением показателя по росту зарплаты удалось справиться и в этом году. Сейчас в среднем по региону она составляет 1080 рублей. Марина Северьянова, Евгений Макинко, новости недели. Теплая зима, затяжная весна с засухой, возможный уход на карантин в пандемию. Несмотря на не всегда благоприятные погодные условия, да и другие сложности 2020-го, уходящий год для аграрного сектора региона можно считать успешным. В подтверждение всего одна цифра. Собранный урожай оказался на треть больше прошлогоднего. Хронология полевых работ и результаты, которые не только добавляют гордости за хлеборобов, но и влияют на продовольственную безопасность в материале наших корреспондентов. Начало марта этого года. Хозяйства Гомельской области начинают работу на полях. Основное внимание в эти дни – внесению удобрений и подготовке почвы. Еще одна задача – завершить подготовку техники, которая будет принимать участие в посевной. Часть средств на эти цели выделил облсполком. Кроме того, менее сложные работы в хозяйствах выполнили собственными силами. Если ремонт не сильно трудный, то работники наши слесаря и мастер-ноладчики не выполняют сами. В принципе, такие, конечно, как ремонт моторов Дойтс, Детройт, конечно, лучше отдавать специалистам, которые более разбираются в этом. К середине марта 2020-го ранние яровые культуры на Гомельщине были посеяны уже почти на 40% площадей. На полях работают все хозяйства области. Причем рабочий день доходит до 12 часов. Кстати, в эти дни появляется и первая информация о выявлении коронавирусной инфекции в регионе. Однако посевную решили не прекращать. Время показало правильность такого подхода. Область не только смогла обеспечить себя продуктами питания, но и нарастить экспортные поставки сельскохозяйственной продукции. Пожалуй, единственное, что тревожит – облака пыли вокруг тракторов. Это явный признак – почва сухая. В хозяйствах говорят, там, где в предыдущие годы нельзя было сеять из-за высокой влажности, сейчас техника проходит без проблем. Возможно, риски тем более неприятны, что в этом году к полевым работам подготовились совсем неплохо. Техника подготовлена во всех хозяйствах, топливо мы обеспечены, семена подготовлены, протравлены, протравители есть, поэтому все хозяйства активно выехали в поле и трудятся. В мае аграрии региона столкнулись с еще одной проблемой – ночные заморозки. Вообще, это явление на Гомельщине отмечалось и раньше, однако таких низких температур не было давно. 13-14 мая в ряде районов термометры показали минус 8. Кукуруза полностью погибла на 7 тысячах гектаров – это 2% от посеянного. На 24 тысячах гектаров эта культура оказалась поврежденной. Кроме того, проблемы возникли с выращиванием овощей. Уже готова рассада помидор, перца, огурцов, и она готова к высадке. Но мы ее не высаживаем. Да, она немножко перерастет, но зато более гарантированно будет ее высадить на той неделе в более благоприятные условия. А сейчас, конечно, это будет неправильно. К середине июля трудности, вызванные неблагоприятными погодными условиями, остались в прошлом. На поле массово выходит зерноуборочная техника. Хозяйства убирают рожь, пшеницу и третикали. В этом году к жатве приступили немного позже, чем в прошлом. Зато урожайные зерновые гораздо выше. Директор открытого акционерного общества Калининский Добружского района Виктор Байдов результатами доволен. Говорит, что не зря коллектив приложил столько усилий. Если в прошлом году намолотили 6 тысяч тонн зерна, то в этом должно быть как минимум 10. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот этот третикали, где мы сейчас находимся, я вот это поле должен дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. В этом же месяце на Гомельщине начинается чествование первых тысячников. Наряду с мужчинами среди героев жатвы есть и женщины. Директор сельского дома культуры Мария Фалий из Брагинского района в эти дни – помощник комбайнера. На трудности не жалуются, хотя работать приходится много. 6 часов устаем, к 7 приезжаем на работу. Потом на 12 возвращаемся уже с работы домой. 8 августа стало известно, на Гомельщине собрали 692 тысячи тонн зерна. Именно такой урожай в прошлом году получили за всю посевную кампанию. При этом средняя урожайность на 30% превысила прошлогоднюю. По прогнозам облсельхозпрода, общий намолот этого года должен превысить 900 тысяч тонн. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Это наш Гомельский, Добрушевский район, Мозырский район. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. Областные дожинки в этом году принимал Мозырь. Лучший по производству зерна – Жлобинский район. Темп роста за последние три года достиг здесь 130%. Лучшее хозяйство в этой номинации – экспериментальная база «Крыничная» с Мозырщины. Практически треть экипажей комбайнеров вошли в Клуб Тысячников. Победитель с результатом 2674 тонны – экипаж Ивана Вырвича из агрокомбината «Холмич» Реческого района. И, пожалуй, самый главный результат – в этом году собранный урожай на треть больше прошлогоднего. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что помещено может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом. И уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – помутить немедленно миллион на тонн в следующем году. Кстати, в этом году на Гомичине впервые чествовали не только механизаторов, водителей и животноводов, но и руководители сельскохозяйственных организаций. Конкурс провели по инициативе областного агропромышленного союза. Победители определяли в двух номинациях. Со стажем работы в конкретном хозяйстве до пяти и более пяти лет. Как ожидается, на следующей неделе дипломы получат шесть победителей и девять лауреатов. Они обычно остаются в тени. Это руководители. И вот с этой целью мы проводим этот смотр-конкурс на лучшего руководителя, чтобы еще раз подчеркнуть, что роль руководителя ни в коей мере не умаляется. От нее зависит очень многое. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько. Новости недели. Высокие достижения как в сельском хозяйстве, так и в других сферах требуют достойных условий труда и современного оборудования. Так, в этом году в Гомельской области велось строительство и реконструкция на 55 сельскохозяйственных объектах. Обновления и новоселья праздновали многие учреждения социальной сферы. Детские сады, спортивные комплексы и больницы. О новых значимых объектах для Гомельской области, которые подарил 2020-й, расскажет Анна Корольчук. 2020 год закрывает трилогию «Малой Родины». Если подводить итоги, то можно увидеть, как много было сделано за это время для развития райцентров и малых населенных пунктов. После двух лет строительства в агрогородке Завойт Наравляцкого района открылась молочно-товарная ферма совхозкомбината «Заря». Она рассчитана на 550 голов дойных коров и 700 голов молодняка. Позже в Мозорском районе «Заря» запустила и ферму для выращивания птиц и бройлера. Там планируют содержать более 13 тысяч цыплят. А в агрогородке Комунар Будокошелевского района после реконструкции открылся бройлерный цех «Беларусьнефть» особенно. Новшеством является клеточное содержание бройлеров. Все необходимые показатели – влажность воздуха, температура, микроклимат и выдача корма – контролируются автоматически. Лучшие инвестиции в будущее страны – это инвестиции в детей. После ремонта открылся обновленный ясли-сад номер 5 в Петрикове. Он рассчитан на 175 мест и полностью закрывает потребность в дошкольных учреждениях в райцентре. Новый долгожданный детский сад открыли в 96-м микрорайоне Гомеля. Он разместился в здании бывшего детского дома по улице Кристалловская. В помещениях провели ремонт и заменили мебель. В урочище Чонки Гомельского района открылся ясли-сад на 65 мест. Он начал работу в отремонтированном спальном корпусе оздоровительного лагеря «Чонковский бор». 1 сентября учеников встречала обновленная Литвиновическая школа в Кармянском районе. В ней учатся ребята из Литвиновича и шести окрестных деревень. Долгожданным стало и открытие школы номер 74 в молодом 21-м микрорайоне Гомеля. В этом году она приняла на учебу более тысячи детей. В свободное время интересно и с пользой. Больше возможностей появилось и для проведения досуга. В Гомеле после реконструкции открылся 25-метровый бассейн «Вздюшор» номер 7. Он может принимать до 500 человек в сутки. А возле стадиона «Луч» в областном центре установлен крытый футбольный манеж. Объект расположен на территории городской детско-юношеской спортивной школы номер 6, где появилось новое отделение по футболу для двух сотен детей. В Петрикове обновили физкультурно-оздоровительный комплекс «Припять». Там появилось современное искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками. Обустроены площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, установлены уличные тренажеры. После реконструкции в Мозере открыли спорткомплекс «Дюшор» номер 2. Там учатся 600 детей и развивается 8 видов спорта. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном реконструировали в Гомеле. Спортсмена в нем тренируют по 11 видам спорта, в том числе игровым. Для этого есть все необходимые условия – зал сухого плавания, велосипедная база, медиковосстановительный центр и скалодром. Поклонников искусства и истории приглашают в гости Жлобинский историко-краеведческий музей, который в 2020-м переехал в просторное современное здание. В нем на двух этажах разместились 16 выставочных залов – картинная галерея и лекционный зал. В агрогородке Комунар Будокошелевского района открыли дворец культуры. В нем также разместились библиотека, филиал детской школы искусств и спортивный комплекс. Символ культурной жизни Мозере – драматический театр имени Мележа – долгое время представлял собой огромную строительную площадку. Сегодня он оборудован по последнему слову театральной моды и принимает зрителей. Кроме того, новоселье отметил и Мозерский центр творчества детей и молодежи. В нем работает более 70 объединений по интересам. До этого дети занимались в стесненных условиях. Новый дом по площади в пять раз больше прежнего. Этот год заставил всех задуматься о своем здоровье, а власть еще больше поддержать медицину. В Гомеле после масштабного капремонта открылся лечебный корпус номер один туберкулезной больницы. В нем размещено три пульминологических отделения на 130 коек, которым выведены кислородные точки. Также точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах. В Добружской ЦРБ реконструировали стерилизационное и акушерско-гинекологическое отделение, которое будет обслуживать 19 тысяч местных жительниц. Запомнилось всем и открытие уникального комплекса – Гомельской центральной городской поликлиники, которая оборудована по последнему слову техники. Для здорового образа жизни любого человека важно качество воды в доме. Решить этот вопрос в районах помогут 50 новых станций обезжелезования, открытых за этот год. Наиболее значимыми объектами нашей области, связанными с суверенитетом Беларуси, стали мемориальный комплекс «Ала» в Светлогорском районе и 60-метровый флагшток на площади Ленина в областном центре. Первый напоминает нам о героическом прошлом наших предков и цене, отданной за свободу Родины. Второй символизирует гордость за страну, сильную, стабильную и независимую, которая стремится к мирному и процветающему будущему. Анна Крайчук, Новости недели. К сожалению, этот год останется в памяти не только достижениями, но и испытаниями. В первую очередь речь о пандемии коронавируса, которая накрыла практически весь мир. Медики сегодня ситуацию называют сложной. По мнению заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Белоруссии Александра Тарасенко, к концу декабря республика выйдет на плато. А примерно через два месяца начнется постепенное снижение числа зараженных. Год противостояния COVID-19 в материале наших корреспондентов. В марте этого года о коронавирусе жители Гомельщины уже знали не понаслышке. Однако пандемия все еще казалась чем-то далеким. О первом случае заражения COVID в регионе Минздрав сообщил 11 марта. В больницу положили спортсмена Алексея Зайца, который вернулся в Гомель в соревновании с Португалией. На карантине оказались также четыре тренера и восемь членов команды по спортивной акробатике. Среди главных задач бригад скорой помощи в тот весенний период – выяснить, был ли человек в эпидемически неблагополучных странах и каково его общее самочувствие. В целом только в Гомеле одновременно работало около 50 бригад, в том числе несколько специализированных – педиатрическая и реанимация. Для более эффективного их использования университет имени Франциска Скорина разработал специальную программу, позволяющую контролировать местонахождение автомобилей и отправлять по нужному адресу тех, кто находится ближе. В марте программа работала еще в тестовом режиме, но уже тогда можно было говорить об ее эффективности. Это приложение позволяет узнать, где находятся бригады скорой помощи в режиме реального времени, узнать их статус, то есть они свободны, заняты, на вызове или перевозят пациента куда-то в больницу. И далее при поступлении вызова, введя адрес в поле поиска, можно узнать, какие ближайшие бригады находятся к этому месту. 1 апреля. В этом году в этот день было не до шуток и смеха. В Гомельской области зарегистрированы 10 случаев заражения тогда малознакомой инфекцией. Во всем определены контакты первого уровня, которые также госпитализированы в стационар. Особое внимание пожилым людям, которым рекомендовано минимизировать посещение общественных мест. Продукты питания и рецепты на необходимые лекарства им начали бесплатно приносить волонтеры и работники центров социального обслуживания. Работа налажена. Не все сегодня пожилые люди имеют возможность выйти в интернет и посмотреть какую-то информацию. Поэтому мы работаем в средствах массовой информации, в газетах печатаем вот эти телефоны горячей линии. Ну и памятки распространяем, естественно, что ближе и доступнее для наших людей. В решении существующих проблем активно включились и предприятия области. Большое внимание производству масок и других средств защиты. Соответствующие заказы выполняли на гомельских фабриках Коминтерны, 8 марта, Надекс, Мречицкой, Текстильной и Жлобинской швейной фабрики. Еще одно направление – это выпуск дезинфицирующих средств. К примеру, на гомельском ликероводочном заводе соответствующее производство открыли в середине апреля. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы и на данных площадях был налажен выпуск дезинфицирующих средств. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Летом эпидемическая ситуация в регионе улучшилась, однако в сентябре пришла так называемая «вторая волна». По словам медиков, она всегда тяжелее первой, об этом свидетельствует история известных сегодня пандемий. Вместе с тем пришло понимание от того, что белорусский опыт в борьбе с коронавирусом оказался, пожалуй, наиболее эффективным. У нас не закрывали предприятия и не вводили обязательный карантин, что позволило сохранить производство. И не допустить значительного снижения уровня жизни населения. К тому же заболеваемость в стране оказалась даже ниже, чем в большинстве других стран. Вместе с тем, среди первых мер, принятых в области во время второй волны, это решение облсполкома о введении масочного режима. Мы работу ведем, и она определена разными мероприятиями. То, что мы принимали решение, в первую очередь это план мероприятий, который мы сегодня настраиваем все наши организации и обращаем внимание наших людей. Это, во-первых, что должны носить маски в определенной степени, обезопасить рядом нас находящихся. В том числе это дистанционка, которую мы должны соблюдать, это о торговых объектах, в местах массового скопления людей. Ну и, конечно, самый главный фактор, который мы сегодня должны рассматривать, это проветривание помещений. Мониторинг свидетельствует, большинство жителей региона используют маски, особенно в общественных местах, магазинах и транспорте. При этом автобусные и троллейбусные парки ежедневно по несколько раз обрабатывают салоны дезинфицирующими средствами. Подкоечный фонд перепрофилирована значительная часть медучреждений. И еще такая цифра. Для предотвращения ковид-угроз по состоянию на 1 октября только из областного бюджета было выделено почти 62 миллиона рублей. В учреждениях здравоохранения работают 483 аппарата искусственной вентиляции легких. Проведена дополнительная работа по устройству новых точек подачи кислорода. В красных зонах работают около 4000 врачей. Это 60% от общего количества. И 17000 средних медицинских работников. Это 86%. Кроме того, сегодня поменялись подходы по обследованию и выдаче больничных листов контактам первого уровня. Внесены поправки в действующее законодательство, которые позволили расширить полномочия работы специалистов контактной бригады. И тем самым вводится новое понятие «домашний очаг». То есть, если совместно проживающая семья имеет одного пациента, одного члена семьи больного ковидной инфекцией, остальные члены семьи являются контактами первого уровня. И для этого на сегодняшний день нет необходимости дожидаться эпидемиологического расследования санитарно-эпидемиологической службы. А автоматически контактная бригада фиксирует всех совместно проживающих членов семьи и передает их, формирует список контактов первого уровня. Работающим членам семьи, заболевшего ковидной инфекцией, отнесенным к категории контакта первого уровня, которые не имеют симптомов, дополнительно каких-то обследований и анализов не назначаются, а сразу открываются лесные трудоспособности на 10 дней. Медицина готова и дальше работать в сложных эпидемических условиях. Однако не стоит забывать, в борьбе с коронавирусом многое зависит от личной ответственности каждого из нас. По прогнозам Министерства здравоохранения, к концу этого месяца республика выйдет на плато, после чего начнется постепенное снижение. Медики Гомельской области к дальнейшей работе в условиях пандемии готовы. Сегодня у нас есть места, у нас есть резервы. У нас каждый день порядка более 700 по области резервных мест. Мы отслеживаем информацию на протяжении суток постоянно. И действительно, вторая волна, она более жесткая, чем первая волна. Но, тем не менее, система здравоохранения области работает сложно, но контролируемо. Средства индивидуальной защиты полностью у нас есть запас от полутора до четырех месяцев. Он постоянно обновляется. Олег Сенчуров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Республиканская акция «Наши дети» стала для белорусов доброй традицией. Накануне Нового года предприятия, организации, общественные объединения, представители власти посещают детские интернатные учреждения, дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи. Все ради того, чтобы подарить радость и заботу тем, кто действительно в этом нуждается. 2020 год, несмотря на все внешние трудности, не стал препятствием для воплощения благородных идей. О том, как проходит благотворительная акция в Гомельской области, следующий репортаж. Республиканская акция «Наши дети» объединила представителей самых разных сфер и на всех уровнях. На уходящей неделе сотрудники Гомельского управления внутренних дел посетили дом семейного типа в Гомеле. Его хозяйка Наталья Радченко воспитывает 11 детей, 9 из них приемные. Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких жителей дома с наступающими праздниками, а также вручили подарки, сладости, игрушки и сувениры в виде звездочек, чтобы все желания детей осуществились. Для правоохранителей участие в акции «Наши дети» стало доброй традицией. Вообще Новый год считается семейным праздником. И дай Бог, чтобы в наступающем Новом году каждый ребенок обрел свою семью. И эта семья была для него счастливой, всегда приносила радость, успех. Все желания, которые загадает в новогоднюю ночь ребенок, чтобы они изболись. Общественные объединения не остались в стороне от благотворительной акции. Областная организация «Белой Руси» провела традиционное мероприятие «В Новый год с Белой Русью». Пандемия не позволила сделать акцию такой же масштабной, как в предыдущие годы. Однако, отмечают организаторы, праздник не мог не состояться. Для ребят из многодетных и малообеспеченных семей сотрудники средней школы номер 47 подготовили театрализованное шоу. Профессиональные фитнес-инструкторы провели с ними зарядку. Чтобы напомнить, здоровый образ жизни – это важно. Конечно, не обошлось без сладких подарков. Хотелось бы сказать, что самый волшебный и чудесный праздник – это именно Новый год. Потому что все мы ждем чудес. И лишний раз хотелось деткам нашим подарить тепло и добро. И чтобы они верили, что мечты, желания сбываются, только надо. Очень хотят. В преддверии Нового года директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский посетил санаторий Пролеска в Жлобинском районе. Для отдыхающих ребят подготовили театрализованную программу, в завершении которой, конечно же, ждали подарки. К слову, в Пролеске находятся мальчишки и девчонки из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Приоритетом деятельности Республиканского центра является оздоровление именно детского населения нашей страны. Потому что традиционно около 80% средств, выделяемых Республиканскому центру, идет на оздоровление детей. Это ни много ни мало сумма эквивалентна ежегодно около 70-80 миллионов долларов. Подарить детям улыбку можно по-разному. Так, например, в рамках акции в Гомельском ОКЦ прошел новогодний молодежный бал. 80 учащихся и студентов окунулись в атмосферу 18-19 веков. Очень приятно, потому что каждый день такое не прочувствуешь, как будто окунаешься в прошлые века, когда это было модным. Скажем так, у нас сейчас это не считается модным, сейчас это элитно, можно сказать, поэтому приятно очень. Республиканская акция «Наши дети» продолжается. Это прекрасный повод подарить новогоднее чудо тем, кто всегда с особым трепетом его ожидает. Благородная инициатива помогла воплотиться сотням добрых дел. Впрочем, для того, чтобы их осуществлять, особый повод не нужен. Волшебником может стать каждый, и способов для этого действительно много. Николай Скинтиян, Василий Осипцов, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели. И на этом у меня все. В наступающем году мы продолжим подводить итоги недели в воскресном эфире. Следите за главными событиями жизни региона вместе с нами. И до встречи.